Здравствуйте, дорогие зрители! Спешим порадовать вас новыми сплетнями и интересными новостями мыльного мира. Первая новость у нас просто бомба! Официально расстались Жан-Карлос Канелло и Габи Спин. Причина не указывается. В их обращении к публике и прессе говорится, что они расстаются, но не перестают быть семьей, что их отношения всегда будут сердечными, что их соединяют дети и бла-бла-бла-бла-бла. Но можно предположить, что разошлись их жизненные пути по той причине, что Жан-Карлос хочет делать карьеру в Лос-Анджелесе. Он собирается сниматься в американском кино и записывать там диски. А Габи привязана к Майами, потому что она работает на Телемунда, а студии находится в Майами и, в общем, разрываться между Лос-Анджелесом и Телемундовскими студиями ей совершенно не с руки, тем более, что у нее на руках двое детей. Вы же представляете, это каждый раз летать через всю страну. Ну, в общем, не знаю, не знаю. Семья, конечно, еще та получается. Но многие уверяют, что причина гораздо проще. Габи убедилась в неверности мужа. Пару лет назад, и мы об этом говорили, Жан-Карлоса видели с некой французской певицей по имени Ализе. Ну, казалось бы, да, но мало ли с кем, в общем, человек встречается. Но дело-то в том, что их видели не просто сидящими за одним столиком в кафе, а видели их целующимися в лифте отеля. И после этого, в общем, Габи заявила, что она мужу верит. На сплетни она плюет, но думаем, что осадочек-то остался. А после этого пошли слухи, что отношения между супругами испортились, что они на грани расставания, и ребенок их не остановит, новорожденный. Ну вот, не прошло и года, как слухи подтвердились. С одной стороны, конечно, жаль, пара была красивая, чрезвычайно. Опять же, ребенок совсем маленький, а с другой стороны, ну что, за все надо платить. Габи ведь расставалась с предыдущим мужем, Крестобалем Ландером, и не сольским актером, не самым лучшим образом. Фактически, она ему, в общем, изменила с Жан-Карлосом, когда снимались они вместе в новелле «Дьявол знает больше». И ее не остановило ни то, что муж ее очень любил, ни то, что у них уже была дочка, ни не то, что Жан-Карлос сильно ее младше. Практически там разница где-то в 10 или 9 лет. Ну, короче говоря, фенита ля комедия. Ну, может быть, премия «Ту Мунду» за лучшую женскую роль хоть немножко ее утешит. Хотя, в общем-то, сомневаемся. Кстати, про премию. В этом году особо большого интереса она у публики не вызвала. Рейтинги были не ахти какие, потому что, в общем, действие это достаточно такое занудное. Вот, ничего там особенного произойти, в общем-то, не может. Понятно, кому премии дадут и все такое прочее. Но парочка скандалов там все-таки приключилась. Ну, первое из них – это то, что Бланка Сото, новоиспеченная Телемундовка, отказалась сфотографироваться с Рафаэлем Амайем. Он был ведущим всего этого действия. И он, в общем, делал селфи со всеми людьми, которые или вручали премию, или ее получали. Так вот, Бланка отказалась. Ну, она мотивировала это тем, что она вообще не знает, кто это такой. Дон Надя, сказала она. Дон Никто. А это слышали, как она это, так сказать, пробормотала. И понеслась. Народ возмутился. Фаны Рафаэла стали напоминать, что он таки очень известный актер. Что его сериал идет с отличными рейтингами. Рейтинги действительно очень хорошие. Целая единица, в отличие от 05-06 многих телемундовских шедевров. А Бланка-то как раз практически никто и звать ее никак. Она вообще снялась в скольки, раз, два, в трех новеллах. Причем одна из них провалилась с треском. И она теперь из себя изображает великую актрису всех времен и народов. Ну и что, конечно, делать-то осталось бедной Бланке. Пришлось официально извиняться и говорить, что ее неправильно поняли. А что она Рафу отлично знает и очень даже любит. И вообще. Ну, Рафаэль, конечно, видо не подал, что его это как-то огорчило. Он молодец, лицо держал. Тем более, что настроение у него радужное достаточно. И по причине успеха его сериала. И по той причине, что у него, вероятно, скоро свадьба с Ангеликой Целая. Но, однако, без конфузов с его стороны не обошлось. Потому что, когда он пошел обниматься с Лусеро, а вы знаете, что Лусеро сейчас официально получила работу на теле-мунбу, она будет ведущей шоу. То, в общем, получилось так, что он зацепился за молнию на ее платье и порвал ее. Ну, Лусеро оказалась теткой веселой. И после минутного замешательства начала весело хохотать. В общем, там народ, конечно, тоже очень веселился вокруг. Там и комментарии отпускали, все такое прочее. Потом она дала интервью, сказала ха-ха. Ну, вот бывает. Вот так вот мы друг друга любим. Вот такое вот крепкое у нас было объятие. Ну, что, молодец, молодец. Надо воспринимать все произошедшее со здоровым смехом. А что и не смеяться? С таким контрактом на 23 миллиона песо разделите на 8 и получится сумма в долларах. Любой бы ржал да колик. Когда она ушла с телевиза, это стало, в общем, очень неприятным сюрпризом для мексиканских зрителей. На месте Лусеро надо было сделать это с большим шумом и гропотом. Почему? Потому что и мексиканская пресса, и мексиканские зрители ее радостно травили за участие в охоте в Африке. Она, в общем, вместе со своим женихом Майклом Кури была в Африке и там позировала с дуру рядом с тушами убитых животных. Ну, вот. И понимаете, что абструкция была в мексиканской прессе совершенно удивительная. Она даже потеряла несколько выгодных контрактов с Гарнье и не смогла поехать выступать на фестиваль в Чили-Вине-Дель-Мар. Вот из-за этого именно. Потом ей сделали предложение сниматься в Малкериде, но сумма ее не устроила, она отказалась и все. И стали поговорить, что Лусеро внесли в знаменитые телевизорские черные списки, что работы она в Мексике больше не получит. А тут Телемунда со своим предложением выгодным. Ну, и кто бы отказался? А там очень хорошие деньги, всяческие бонусы в виде дома, повара, шофера, бесплатных билетов на самолет. Ну, кто бы отказался? Вот вы бы отказались, вот и она нет. Ну, и не можем мы, конечно, промолчать про то, в каком виде появилась на премии Тумунда Адамаре Лопес. Мы вообще ее очень любим, она вообще девушка с бездной вкусом, мягко говоря. Но тут вот просто посмотрите, никаких сплетен мы про нее рассказывать не будем, ничего нет. Просто посмотрите, во что она была одета. Это же просто прелесть какая-то, да? Ну, вот я не понимаю, куда вообще жених смотрит, как он ее вот в этом виде вот отпустил. Она, он же танцовщик. Ну, неужели нельзя было девушку там погонять месяца два вообще по полю футбольному, вот перед премией, чтобы скинуть там килограмм 10-20. Или рот ей зашить, в конце концов. Ой, Кристиан Мейер, значит, тоже у нас тут в новостях. Ему приписывают новый роман с коллегой по новелле Малкерида Ариадни Диас. Ну что, в общем, конечно, история повторяется просто до деталей. Какая история? А вот та, что приключилась на Донье Барбаре. То же самое, что приключилось между Крисом и Фенессис Родригес. Сюжет новеллы, в общем, тоже соперничество матери и дочери. И опять-таки Крис с маниакальным упорством заводит роман с молодой актрисой, которая играет дочку. Ну, может, конечно, это и неправда, не знаем. Во всяком случае, будем ждать подтверждений. Но хотелось бы, конечно, чтобы роман не закончился так же, как он закончился с Хенессис. Потому что ничего хорошего там, конечно, не было. Ну и самая последняя у нас новость. Это выступление Алисии Мачадо по поводу семейных неурядиц Уилья Малеви и Элизабет Гутерес. Нас в данный момент не столько парочка это интересует, сколько то, как себя Алисия повела. Короче говоря, на канале у Невесье она дает интервью, разоткровенничалась что-то и сказала, что Вилли изменщик коварный, что Элизабет его бросает, так как убедилась его неверности. Оба-на! Журналисты, конечно, слегка припухли. Алисия стоит довольная, смеется. Маленький скандальчик возник. Элизабет тут же, значит, выкладывает фото, где она со всей семьей, с детьми и с Вилли проводит прекрасное время у бассейна. И потом, когда к Алисе обращается, она говорит, что вы вообще такое, я пошутила. А вы чего, чувства юмора нету? Ну, что тут можно сказать? Ума, конечно, палата. Или молчи за умную сойдешь, да? Или отстаивай уже свою правоту. А вот такие вот вещи, да, когда ты, в принципе, своим языком репутацию чужую гробишь. Что тут непонятного-то? Ну вот, короче говоря, на этой замечательной ноте мы программу заканчиваем. Ждем вас в следующих программах. Подписывайтесь на наш канал. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok